В целом, как у вас верифицировались и какие последние тенденции экономической науки вкратце? Спасибо. Очень хороший вопрос. Из него, собственно, отвечать можно только на последнюю часть. Про конец экономики это, конечно, очень интересно, но серьезно про это говорить, наверное, нечего. Что касается того, что происходит в экономической науке, наверное, про это в сто раз лучше может рассказать Гриша Баженов и куча других людей. Из того, что я понимаю, из того, что я вижу, во-первых, самое очевидное происходит так называемый эмпирический поворот. Если попытаться его сформулировать максимально грубо и, так скажем, не совсем корректно, если раньше доминировало представление, если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов, теперь, если факты противоречат теории, то тем хуже для теории. То есть экономика все больше и больше превращается в эмпирическую науку. Я, конечно, очень сильно огрубил. На самом деле, конечно, теория сохраняет значение и так дальше. Но самый яркий пример – это, конечно, то, что произошло со вводным курсом в Гарварде. Гарвард до сих пор остается цитаделью экономической науки в мире. Но это главный, собственно, центр экономической науки на планете Земля. И вводный курс там ввел на протяжении многих лет даже великий известный Мэнкио, который считается кандидатом на Нобелевскую премию. Известный его учебник. Недавно его учебник по макроэкономике раскритиковали в пух и прах специалисты Федеральной резервной системы. Назвали его худшим учебником по макроэкономике из всех, изданных в Америке за 2020-й, по-моему, год. А сами они где учились-то, получается? Свердой ФРС? На Самуэльс они учились еще? Ну, видимо, да. Но вот дело в том, что его выгнали. То есть он, конечно, остался в Гарварде, естественно. Но его выгнали с этого преподавания курса. А заменили на Чети. Очень известный Раджан Чети, если я правильно помню имя, индиец по происхождению, в 23 года получил докторскую в Гарварде. Исключительно талантливый человек. Значит, как называется его курс теперь вводный? Анализ больших данных для решения социальных проблем. То есть сразу приходит юный студент, там 17-летний, 18-летний, сколько ему там лет, и его сразу учат большим данным. Вместо того, чтобы учить его экономической теории, вот всем этим МР равно МС, которым я учу школьников, их сразу учат большим данным. Кстати, здесь я могу рассказать, ну, пересказать просто то, что я слышал от Ростислава Копелюшникова, тоже очень интересного человека. Значит, он рассказывал следующее. Я просто помечу, это крупнейший бихевиорист из наших современных... Он не бихевиорист, он как раз не занимается. У нас есть бихевиористы, у нас есть люди, которые занимаются, у нас есть лаборатория поведенческой экономики, Высшая школа экономики. А Ростислав Косакович интересен тем, что он занимается именно тем, что смотрит, что происходит в мировой экономической науке. Он именно этим занимается. Это его, в общем... Ну, вообще у него основная специальность рынок труда, но кроме этого, главное его хобби, он занимается тем, что происходит в мировой экономической науке. И дико интересно про это рассказывает. Кроме того, что он член-корреспондент Академии наук, у него ещё актёрское образование. Это заметно. Ну так вот, значит, он рассказывает о следующем исследовании, которое получило какую-то награду, сейчас уже не помню. Я очень примерно его опишу, надеюсь, что я корректно расскажу. Вопрос такой. В бедных странах дети в начале прирождения, ещё когда они находятся в утробе матери, плохо питаются. Ну, мать плохо питается, они сами тоже получают мало питательных веществ. Надо оценить, как влияет плохое питание ещё до рождения, сразу после рождения, с молоком матери, значит, на их дальнейшее здоровье, ну, рост, наличие болезней и так дальше. Как это оценить? Ну, просто... Контрольная группа, группа воздействия у нас понятна. Да, но где вы возьмёте эту контрольную группу? Вы возьмёте и будете не кормить каких-то матерей, а другие будете кормить, да? Понятно? Это мы берём в лабораторные условия 20-летних семей и держим их на том же самом деле. То есть вы не можете сделать такую контрольную группу, не став международным преступником, да? Что делать? Пришли учёные и сказали, вы знаете, есть такая штука Рамадан. Есть такой город Чикаго, в нём живут мусульмане в том числе. А Рамадан каждый год смещается, ну, лунный календарь и так дальше. И во время Рамадана, значит, ограниченное питание. И поэтому мы просто берём разные года и смотрим, дети, которые родились в один и тот же день, то есть на них, в принципе, ничего не должно влиять, кроме, значит, времени начала Рамадана. В одних случаях матери хорошо питались перед рождением, в других – плохо. Всё, больше ничего не меняется. И дальше они, значит, проанализировали дальнейшие, значит, данные по здоровью. Простите, я прощу, питание в Рамадан считается хорошим? Нет, наоборот, плохим. Ты не ешь до заката солнца, и только после заката у тебя всё равно ещё ограничения. Да, да, да. То есть матери питаются относительно хуже. Ну, понятное дело, что дети рождаются нормальными, но, тем не менее, да, у них хуже несколько питания. Они не голодают, эти самые матери, но, тем не менее. А поправка на то, что не все этот пост, возможно, соблюдают была сделана? Нет, они как раз-таки сделали, конечно, у тех, кто соблюдает. Они изучали тех, ну, понятное дело, зачем жить. Вот, и, значит, обнаружили, соответственно, смогли проанализировать, вот, как влияет плохое питание при рождении на дальнейшее, значит, развитие ребёнка. Ну, результаты конкретные здесь не так интересны, как интересно другое. Это исследование провели экономисты. А при чём тут экономика? Таким же успехом это исследование могли провести эпидемиологи, вообще какие угодно врачи. Социологи. Просто статисты. Ну, наверное, даже социологи, в общем-то, кто угодно. Здесь экономической теории нет никакой вообще. В принципе. Ну, там, я могу предположить, так, если копнуть, что глубокая идея была, насколько ребёнок, когда вырастет, будет стремиться к образованию, получению различной степени, хорошо работать и так далее. Ну, там даже не про образование, там про то, какое у него будет здоровье, в первую очередь. Это актуально, опять же, для бедных стран, где плохое питание при рождении. Да, то есть, чтобы понять, как дизайнить программы помощи в этих самых бедных странах, то есть, как направлять деньги. Собственно, за что вы выдали недавно Нобелевскую премию. Да, Дюфло и... Да, значит, что эффективнее, москитные сетки или... Как называются вот эти фигурины, которые... Фумигаторы. Фумигаторы. Что эффективнее? Вот они проводили эксперименты. Одним деревням выдавали сетки, другим фумигаторы, дальше всё. Ну, это не просто так, что одним раз дал одно, другим другое. Нужно, значит, там всё проконтролировать, проанализировать и так дальше. Это большая сложная работа. Ну, и к тому же работа довольно опасная. Потому что... Такие места, да. Ну, вот за это, опять же, это очень важная работа. Это исключительно важная работа, спасать человеческие жизни в Африке, не знаю, в Индии ещё где-то. Экономика, она вот... Где здесь появляется экономическая теория? Это нехорошо и неплохо. Просто вот такой происходит, да, эмпирический поворот. Экономика всё больше про работу с данными и всё меньше про теорию, всё меньше вот про такие, значит, графики из учебников и всё больше про данные, которые нужно анализировать. Собственно, тоже Копелюшников рассказывает, он работает вот с рынком труда, да, и он говорит, что когда он открывает работы современные по рынку труда, ссылки на статьи, где разработаны новые экономические методы, они самые свежие, вот буквально там, вот самая-самая свежака. А ссылки на теоретические работы, где предложены модели рынка труда, всевозможные модели поиска и так дальше, они 70-х, 80-х годов и так дальше. А это вот как это оценить? То есть насколько это хорошо, то, что такой перекос в мат-методы пошёл? Смотрите, понятия я не имею, для этого нужно разговаривать, во-первых, не знаю, есть ли вообще человек, который способен дать правильный ответ на этот вопрос, во-вторых, на этот счёт, конечно, нужно разговаривать с действующим исследователем, которым я, естественно, не являюсь. Вот, просто вот такой факт. А вот тогда такого рода вопрос как раз с этим связанный, как раз ты начал с того, что факты versus теория у нас, получается, смещение в сторону фактологии, и если мы не можем оценить это качественным суждением, то есть хорошо это или плохо, вот так если порассуждать, теория, она довольно статична, ей нужно огромное количество времени, огромное количество данных, чтобы обновиться, чтобы появилась новая теория. А в современных условиях экономика, по большому счёту, меняется чуть ли не ежегодно, то есть появляются новые технологии, новые средства производства и так далее. И вот я так рассуждаю, я помню в своём университете постоянно поднимала ту историю, почему вы нас учите вот этой вот теории, и адекватного ответа я так и не получал. Я поднимал этот вопрос, особенно в аспирантуре. Нет, особенно в аспирантуре я его поднимал. И мне вот адекватного ответа никто не мог дать. И вот сейчас просто заканчивая мысль, получается, что экономику чисто по бизнес-решению поставили на службу, пытаются поставить на службу бизнесу. Типа вы нам не теории красивые, вы давайте, которые мы в учебнике должны читать, а говорите нам, что и как делать, куда дальше двигаться. Экономика не может этого сделать. Ну, посмотрите, я... Лично мне кажется то, что теория лишается своего права на существование и заменяется анализом данных, мне это чисто на каком-то, не знаю, даже эстетическом уровне не нравится. Но, знаете, мало ли, что мне не нравится. Моё мнение в данном случае почти ничего не весит. То, что экономика очень быстро меняется, и экономическая теория за ней не поспевает, ну, здесь, во-первых, нужно начать с предпосылки. Да, меняется ли быстро экономика быстрее, чем раньше. На самом деле, есть предположение о том, что всё ровно наоборот, что экономика сейчас... Мы вообще находимся в ситуации технологической стагнации последние лет, 15. Вот, ну, я могу про это позже сказать. Что ещё такого интересного происходит в экономической... Технологической стагнации. Да, то есть, 15 лет последние, в общем, человечество... После айфона ничего прорывного не... Айфон не прорыв. Айфон это, мягко говоря, не прорыв. Правда. Это, смотри, минуточку. Это теория инновации и новыми. Если бы кто-то мне лет 20 назад сказал, что из-за того, что у меня порез на подушечке большого пальца батарейка моего телефона будет жить в два раза дольше, я вам физически не понял, о чём речь. А сейчас... То есть, и потребление информации, и способ взаимодействия с реальностью очень сильно меняет поведение людей. Поведение... Тут есть разница прироста производительности. Да, я про это и говорю. Потому что лошадь, допустим, гужевая тяга, и трактор. Трактор – инновация. Напёрсток и швейная машинка – инновация. Ну, а швейные машинки с Зингера до современной швейной машинки прирост 20% максимум. Если мы говорим именно о производительности труда, она растёт совершенно черепашьими темпами. Если мы говорим о развлечениях и всём прочем, с этим всё замечательно. Последние 15 лет инновации в первую очередь идут вот туда, в сферу развлечений и так дальше. И почти не влияют на производительность. Я могу про это подробнее рассказать, но чуть позже. Просто закончу ответ на предыдущий вопрос и вернусь к этому. Фейсбук – это замечательная инновация, только он снизил производительность труда. Причём заметно. Вот. Значит, что ещё происходит? Ну, например, больше и больше теория игр. Тоже она проникает. Есть, например, такой учебник по микроэкономике. Главное не ошибиться в фамилии. Боус из Ельского университета. Вот боюсь соврать, на самом деле. Сейчас мы ничего не помним. Вот. Он предложил рассказывать микроэкономику вот через теорию игр. И его учебник, он очень популярен. Ну, дай бог, я ошибся в фамилии. Засмеют. Вот. Что ещё такого интересного? Ну, поведенческая экономика – это, конечно, то есть отказ от… Опять же, поведенческая экономика – это тоже вот ту сторону, что всё больше и больше влияют эмпирические данные. Что такое поведенческая экономика? Есть базовая модель. Хомо-экономикус. Экономикус, да, рациональный агент и так дальше. Вот. На практике человек, естественно, действует не так, как действует. Хомо-экономикус – это просто удобная модель. Мы отказываемся от этой удобной модели и смотрим, как действует человек на самом деле. А он действует, как он только не действует. Всеми возможными способами. И вот мы, значит, санализируем его действия, ставим эксперименты с экспериментальной экономикой. Это вообще там последние 40 лет появилось. И сегодня вот в России есть, например, лаборатория экспериментальной экономики, Выше школы экономики и так дальше. Но это примерно тоже про… Да, а если говорить про то, какие самые популярные темы исследований, ну, если не брать здравоохранение, которое просто… Ну, дело в том, что современная экономическая наука – это американская наука. Две трети современной экономической науки – это Америка. То есть есть Америка, есть всё остальное, а Америка при этом вдвое больше, чем всё остальное. То есть всё остальное, включая Англию, Францию, Германию, ну, там Япония вообще, я, честно говоря, никогда в жизни не читал, по-моему, ни одну статью, написанную японцам. Хотя там, наверное, есть, конечно, какие-то экономические департаменты. А Фрэнсис Фукуяма, но, допустим, он… Ну, он, да, да, имеется в виду японцам из Японии. Вообще, ну, не знаю, наверное, они что-то там делают. То есть, ну, наверное, американец, он сидит и тоже говорит, ну, наверное, русские там что-то пишут. Но я об этом ничего не знаю, скажет вам американский там исследователь. Вот. Китай очень там развивается много где, но в экономике его не видно просто-напросто. Вот. Значит, здравоохранение у них самая такая, значит, острая тема. Ну, американцы тратят на здравоохранение больше, чем… Больше, по-моему, чем… Вдвое больше, чем ВВП всей Великобритании на здравоохранение. У них совершенно безумные траты на здравоохранение. При этом результаты совсем не впечатляющие по сравнению с другими странами, которые тратят намного меньше. И вот у них сидят экономисты и пытаются, значит, предложить какие-то реформы их системы медицинской. И в результате весь мир вынужден заниматься этим здравоохранением, которое, в общем, ну, чисто американская тема. Ну, это ладно. А вообще самое такое, ну, не знаю, трендовое, по-моему, опять же, здесь лучше разговаривать, конечно, с действующим исследователем, это вопросы неравенства и, ну, неизбежно связанные с ними вопросы роботов. Вот, по-моему, это такой самый тренд, самое такое популярное, что сейчас есть. А по поводу, на мой взгляд, очень такого обсессивного увлечения экономистами, математическими моделями. То есть я вот, например, на одной... Да, пароль, по-моему. Не знаю, я был на одной конференции пару лет назад. Сейчас нельзя защитить одну кандидатскую, если в той кандидатской нет как минимум шести уравнений или математической модели. Шести уравнений. Шести уравнений. Ну, это я условно говорю, но, собственно говоря, это первое, о чем меня спросили на кандидатской. Какая у тебя модель, прошу прощения, какая у тебя модель экономического... Нет, просто я расскажу историю. Я был на небольшой конференции, которая была на моем родном экономии к 75-летию факультета в 16-м году, куда Аузан позвал выпускников эконома, там, от Исхоки, да, из Принстона, до буквально вчерашних, там, людей, которые получили PHD где-нибудь, там, в Европе. Даже из университета Назарбаева приехала девочка. И они все вот рассказывали, у тебя вообще разные темы были, ну, кто текущими своими исследованиями занимается. И обязательно у всех регрессии, обязательно все там... Главное, что у нас есть хорошие верифицированные данные по, не знаю, по рождаемости кошек в Боливии, по количеству осадков в Норвегии. Давайте сравним, может быть, у нас будет зависимость. И вдруг выходит девочка одна, которая говорит, я вот получила магистра здесь в России, в Тилбурге получила PHD, но потом поняла, что хочу заниматься чем-то более конкретным. И вот она сейчас работает в ВОСЛО, в институте, который обсчитывает заявки от фермеров, которые разводят лосось во фьордах, заявки на финансирование по борьбе с лососевой вошью. То есть они придумывают разные способы, как с ней бороться, и посылают заявки на получение финансирования, на это внедрение решений. И вот она реально занимается абсолютно... И у нее не было ни одной формулы. Они были фотографии лососевых в шее, это маленькие рачки такие, которые подшлижут. Фурор в аудитории. Профессора, которые там еще мне, Матан, преподавали 25 лет назад, все были в восторге. Это был самый интересный доклад на экономической конференции. Я это воспринял как скука и дефицит чего-то человеческого в том, чем занимаются экономисты в своей ежедневной работе. Смотрите, математика, она появилась в экономической науке... хорошей жизни.